Приветствую на втором уроке курса Max for Life. Сегодня мы познакомимся с командой Bank. Это очень важная команда в языке Max. Мы дадим ей определение, рассмотрим представление этой команды в языке, узнаем, что такое горячие и холодные входы, разберем порядок чтения команд в языке Max и рассмотрим некоторые сокращения команды Bank. Команда Bank это некий триггер языка Max, который заставляет другие объекты выполнять свою работу. Давайте добавим такой объект, наведя курсор в пустое поле редактора и нажав клавишу B, а после соединив патч-кордом с объектом Message. Теперь, если мы заблокируем устройство и нажмем на получившуюся кнопку, то увидим в консоли некий текст. Все дело в том, что объект Bank отправляет сигнал объекту Message, чтобы тот выполнил свою работу, соответственно, передал текст в объект Print. Объект Bank может быть представлен в языке Max разными способами. Это или кнопка, или простой текст в объекте Message, или это объект с ключевым словом B. И, по сути, все три эти объекта пришлют в объект Print одно и то же ключевое слово Bank. Если подать на вход объекту Bank какое-либо значение, это может быть число, может быть текст, объект Bank выдаст все то же ключевое слово. Все объекты языка Max имеют входы, но эти входы бывают разные. Они бывают горячие и бывают холодными. Давайте разблокируем устройство и посмотрим на объект Message. Левый вход объекта Message обозначен красным цветом, а правый – голубым. Разница в том, что если мы отправим команду Bank на первый вход, то объект Message начнет выполнять свою работу. Если же мы пришлем какой-либо текст на другой вход, то этот текст поместится непосредственно в сам объект Message. Уже после этого, если будет приходить какая-либо информация на горячий вход, объект Message будет выдавать этот текст в следующий объект Print. Все объекты в языке Max читаются снизу вверх, справа налево. Для того, чтобы убедиться в этом, давайте отправим Bank сразу трем объектам. Message с текстами 4, 3 и 2. Как видите, сначала в консоль пришел текст 2, после 3 и только после 4. Если мы отправим Bank в три объекта Message с разным текстом, расположенных вертикально, то сначала выполнится нижний объект, после средний и только потом верхний. Давайте в этом убедимся. Как видите, сначала пришел текст 1, затем 2 и только после 3. Для отслеживания порядка выполнения команд в языке Max предусмотрено такое замечательное устройство под названием Debugging. Чтобы включить его, необходимо нажать на иконку ключа в нижней панели интерфейса Max. После этого мы можем выставить некие точки отслеживания. Перейдем в режим редактирования. Для этого нужно нажать на патч-корд правой клавишей мыши и добавить add watchpoint break. Давайте проставим их. И заблокируем устройство. В верхнем меню Max можно открыть интерфейс дебаггера. Теперь, если мы будем отправлять некий бэнк, у нас будет регистрироваться первая точка. Для того, чтобы посмотреть, что произойдет с сигналом дальше, есть специальная иконка следующего шага – Step. Таким образом, мы можем разбирать вопрос того, какой из объектов выполняется в первую, вторую и последующую очередь. И напоследок давайте рассмотрим несколько сокращений объекта бэнк, которые позволяют менять логику работы с этой командой. Первый объект – бэнк-бэнк – с неким аргументом, который указывает на количество выходов, делает из одной команды бэнк сразу серию подобных бэнков. Естественно, первый придется на правый выход, затем средний и только потом левый. Давайте в этом убедимся. Как видите, все сработало довольно предсказуемо. Этот объект позволяет не менять порядок объектов, на которые приходятся бэнги, но в то же время использовать некий свой порядок выполнения с последующих команд. Для этого можно просто заменить патч-корды с третьего выхода на первый объект и с первого выхода на третий объект. Теперь заблокируем устройство и увидим, что наша команда выполнилась в обратном порядке. И последний объект на сегодня – это объект OneBank. Его функция проста. Он принимает серию бэнгов на горячий вход и отправляет первый на левый выход, а второй на правый, пока не придет новый бэнг на холодный вход объекта OneBank. На этом сегодняшний урок окончен. Сегодня мы дали определение команде BANK, рассмотрели представление этой команды, узнали, что такое горячие и холодные входы, разобрали порядок чтения команд в языке MAX и узнали несколько сокращений команды BANK.